И мы приветствуем всех гостей, да благословит вас Бог. Добро пожаловать к нам на богослужение онлайн, все кто смотрит нас по телевизору, по компьютеру, по телефону, добро пожаловать мы с вами, а вы с нами в Духе Святого. Мы приветствуем всех, кто смотрит нас по телевизору, по телефону, по компьютеру, Бог благословит вас, вы с нами в Духе Святого. Доктор Лен, у нас есть вода. Спасибо всем, кто приносит сюда воду. Господь наш, да не отнимется награда Твоя от этих людей. Благословен Господь. Хорошо, что вы уже присели. Вы, наверное, помните, что там за стенами этого помещения уже осень началась. Вы, наверное, заметили, что лето наконец-то приехало. Вчера мы отпраздновали последний день лета. И доктор Лен вместе со всеми мужчинами смелыми во знаменование окончания лета вылили на себя раздетых несколько ведер ледяной воды теперь я за них спокоен холодная зима их не побеспокоит и не причинит ущерба но я очень рад также, что сегодня Бог дал мне силы вчера я как-то слабо себя чувствовал Господь благ Аминь На прошлой неделе в воскресенье после нашего богослужения Иисус дал нам возможность крестить семерых наших братьев и сестер И опять же погода была летняя поэтому мы отправились прямо на озеро И поскольку Иисус Христос сказал Кто будет веровать и креститься спасен будет Душа моя спокойна за этих людей Аминь Сегодня мы будем говорить о нашем Господе Иисусе Христе И вы знаете, мы с вами не первое поколение, кто говорит о Нем Дело в том, что еще до пришествия Иисуса Христа Веками говорили о Нем пророки Одним из таких пророков был царь по имени Давид И в одном из своих псалмов в английской версии это 36-й в русской 35-й псалом Он записал такой стих Господи, у Тебя источники жизни И поскольку у Тебя источник жизни во свете Твоем мы видим свет И так кажется иногда что это за тавтология Ну, по-русски мы говорим масло масляное Может здесь царь Давид великий псалмовеевец ошибся? Может, кинь Давид made a mistake in this verse Во свете мы видим свет И на самом деле Давид уже тогда понимал что та жизнь которую несет Бог является тем светом в котором мы с вами можем видеть свет Я думаю, никому не нужно доказывать здесь присутствующих Что если бы мы с вами не жили то и свет этот мы бы не видели Но на самом деле об Иисусе Христе сказано Что этот свет просвещает каждого человека приходящего в мир Свет Божий просвещает каждого человека Именно он если говорить в терминах жизни дает жизнь всякому приходящему сюда на землю Вот давайте помолимся и поблагодарим Бога за то, что у нас есть жизнь Помолимся Отец Небесный Во имя Иисуса Христа мы склоняем наши головы пред Твоим величием и благодарим Тебя за жизнь которая есть в нас что на самом деле у нас есть Твой свет у каждого человека на земле это такое благо и такое чудо которое открывает вообще каждому из нас возможность видеть этот физический свет и все вокруг в этом свете и все вокруг в этом свете благослови Божия каждого человека на земле мы знаем что мы все отягощены грехом который хочет смертью подавить Твой свет жизни that wants to subdue your light with the death но в Тебе мы имеем победу but we have victory in you да торжествует жизнь в Тебе над смертью and may life triumph over death in your light над немощью и болезнью over weaknesses and diseases над всем тем что не угодно Тебе и чего не будет в вечном Твоем Царстве во имя Отца и Сына и Святого Духа in the name of the Father the Son and the Holy Spirit аминь 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 ну и пока мы здесь рассуждаем о жизни и о свете у вас есть замечательная возможность простить каждого человека всех тех людей которые наступили вам на ногу не уступили вам дорогу когда вы мчались на автомобиле причинили вред вашему телу или может быть потрясли ваши эмоции или может быть вообще никак с вами не соотносились мы можем простить этим всем людям грехи властью жизни в Иисусе Христе аминь 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 слава Тебе Господь вы знаете я вот всегда так и думал что в Библии когда речь идет о свете Божьем речь всегда идет о чем-то таком духовном о чем-то таком который в общем-то не связан с материей и вот свет физический он просто ну как бы является таким символом ну какой-то иллюстрацией того что происходит в духовном мире до совершенно недавнего времени я так и считал yes I've been thinking in such terms just for some time and not long ago и вдруг мне пришла мысль а что если это не так and all of a sudden a thought visited me what if it is not true а что если на самом деле вот физический свет да он переплетен с духовностью и и с Богом what if this physical light is interlaced with the spiritual light and with God но в ветхом завете мы видим что если кто-то от Бога приходил он всегда был во свете we know from the old testament whoever would come from God he would come in the light мы читаем о светлых людях которые были наполнены неким таким божественным пребыванием Духа Святого в себе we are talking about people who are filled with this light with this spirit from God we read that on the verge between the old testament and the new testament there were shepherds who were all of a sudden always shadowed filled up with this light and I began to think what if the physical is interwoven with this ritual in this case и вот что я прочитал в новом завете после того когда выслушал проповедь пастора Виктора and that's what I read in the new testament after listening to the sermon by pastor Victor the enemy the enemy of all Christians by the name of Saul получил разрешение у всех иерусалимских религиозных властей got permission from all the religious authorities from Jerusalem письменные бумаги written papers которые направляли его в Дамаск чтобы расправиться там со всеми христианами that were directing him to Damascus so that he could deal with all the Christians он должен был прийти туда и всех предать смерти he was supposed to come there and put all those Christians to death мучения sufferings и как бы принести туда что-то совершенно противоположное ну жизни и вот это происходит по пути его в Дамаск они встали раненько и отправились в путь все кто были с Савлом и они были уже не так далеко от этого города Дамаска и это был полдень and it was noon 12 часов дня возле этого about 12 п.m. in the morning in daytime и в небе не было ни облачка и ярко сияло солнце и вот в этих условиях and in those in this situation in those conditions пришел свет с неба the light from heaven went down который сиял сильнее солнечного that was shining brighter than the light of the sun и настолько мощнее и настолько мощнее был этот свет что все люди были сбиты им на землю and it was and it was so powerful and bright that all the people were falling down onto the ground by the power of this light вы знаете я специально перечитал вот это об этом событии в разных во всех практически местах нового завета ну Павел во многих местах свидетельствует об этом событии и вы помните что этот свет видели все а голоса который говорил к Савлу не слышал никто кроме Савла и мы можем подумать это какое-то сверхсекретное оружие это что лазерный луч о котором сегодня так много говорят фантасты that fiction writers talk a lot about 2000 лет назад поразил этих людей that it somehow affected these people на самом деле очень удивительный сам факт наличия света и мы благодаря вот этому физическому свету видим как прекрасен созданный для нас для человека мир благодаря этому свету вот сейчас свет бьет мне в глаза и я практически никого не вижу но утром когда я шел по улице возле дверей этого здания я встретил несколько наших сестер и какие они были красивые они так нарядно одеты они так прекрасно выглядят они так прекрасно выглядят и просто вот такие сияющие лица и одежды разных цветов their faces were shining and their clothes of many colors were also shining прям как игрушки с рождественской елки и я подумал господи вот если бы я не мог видеть этого всего как мало радости было бы у меня и я сказал отец спасибо что ты не сотворил мир вот в двух цветах как у меня одежда представляете черное и белое все вокруг такое кошмар но Бог любит нас и когда Иисус Христос пришел он стал говорить о свете и он стал говорить о том что Он есть свет и он стал говорить о том что Вы есть свет и вот тут я хотел бы напомнить удивительную истину Иисус Христос говорил что нам с тобой необходимо родиться свыше Иисус Христос говорил что Вы и я должны быть родными от воды и духа но Иисус говорил еще и больше о рождении Он говорил своим слушателям что им нужно родиться от света Недавно недавно я заинтересовался квантовой физикой и я стал слушать разные программы об этой теме и я обнаружил интересную вещь квантовая физика занимается изучением окружающего мира только не того мира который уходит вдаль от тебя ну прям от тебя и во вселенную туда к звездам а того мира который движется в обратном направлении от большего к меньшему и в прошлом веке заинтересовались светом физики и они обнаружили что ну вы знаете об атоме да вы знаете что вот есть там электроны там все физику когда-то в школе изучали представления имеете они обнаружили что весь мир состоит из каких-то фундаментальных малейших частиц которые не могут быть делим и они обнаружили что весь мир состоит из очень маленьких партиков которые не могут быть делим подъем сейчас они еще больше обнаружили что мир оказывается состоит не просто из частиц на самом деле он вообще не из частиц состоит а состоит из неких волн но это из сделан из certain waves вот на том уровне квантовой физики и механики сейчас самый быстрый компьютер разрабатывают на этих принципах они обнаруживают что там такие скорости которые нам и не снились ну и вот что я хотел бы сказать из этого вот этой фундаментальной частицей света является фотон вот неделимой частицей света является вот то что назвали они фотон ну греческое слово означающее свет и они обнаружили что эти фотоны не могут существовать иначе как только двигаясь со скоростью и эта скорость превышает любую другую скорость и они задались вопросом а что если нам отправить со скоростью света куда-нибудь во Вселенную придумать какой-нибудь дельтаплан и они пришли к выводу что чем больше топливо в какое-то мгновение будет сжигаться тем быстрее будет эта скорость но для того чтобы что-либо разогнать до скорости света не хватит во Вселенной никакого топлива то есть физики утверждают что не только ракету но даже самую маленькую частицу атом какой-нибудь невозможно разогнать до скорости света will be impossible to accelerate to the speed of light кто же такие фотоны которые движутся с этой скоростью и кто их разгоняет и благодаря какой энергии и как они становятся и с какой энергии мне нравится ответ этих физиков и я люблю ответ Do you know the answer? They say photons are not being accelerated by anybody они просто раздаются такими they just get born like this those particles just are born this way они рождаются имея вот эту самую быструю скорость they get born having this fastest speed смотрите что сказал Иисус listen what Jesus said the book of John chapter 8 verse 12 what доктор лена открылась библия у меня сразу потух смотрите как написано опять говорил Иисус к народу и сказал им я свет миру кто последует за мною тот не будет ходить во тьме но будет иметь свет жизни 8 глава 12 стих от Иоанна John chapter 8 verse 12 я свет миру I am the light of the world вы можете последовать за мною you can follow me если вы будете со мной and if you are with me then you will not walk in the darkness но вы будете иметь в себе свет but you will have light inside of you and this light will bring life смотрите еще интереснее 12 глава евангелия от иоанна 36 стих even more interesting book of john chapter 12 verse 36 иисус христос говорит здесь так and just christ is saying those things here доколе свет с вами while you have light believe in the light that ye may be the children of light so what does faith produce in our life faith brings life in us вот это желание иметь иисуса христа в себе в своей жизни this desire to have jesus christ inside of us in our life и следовать за иисусом и вместе с иисусом and to follow him and together with him веруя в него believing in him дает рождение gives us birth во свете in the light так что мы с тобой становимся сынами дочерями света so that you and me become the sons and the daughters of light we got used to this applicable way of treating faith i'll ask god with faith and he will give it to me but jesus christ is saying it is not the way we not the way we think about it вы рождаетесь становитесь светом сами you get birth and you become the light yourselves и этот свет пребывает в вас and this light is in you а вы пребываете в нем and you are in this light и этот свет производит жизнь and this light produces life повсюду куда вы приходите wherever you come этот свет освещает ваши добрые дела this light shows your good deeds and what is and the truth fact that you are in this light and you follow this light И люди славят Отца Вашего Небесного и благодарят Его. И вот уже эти люди задумываются о том, чтобы обрести этот свет. Вы понимаете, что удивительно? Физики говорят, что частица света не может, она не существует сама по себе. Но она существует, она есть как таковая. Но она сливается со всеми другими вот этими частицами света, и они образуют волны. И эти волны света летят просто, освещая все на своем пути. Но кто-то задался такой идеей, а если вот взять саму одну частицу, фотон, Сколько она просуществует? И они измерили. Вот представляете, вот одна частица, вот вырвать ее из всех волн света, она будет светить. Вот представляете, вот один христианин, вот вырвать его из Христа, он будет светить. Один фотон живет 0,13 секунды. Я говорю о том, что нам нужно жить во свете. Этот свет не прекращает своего влияния и действия, пока мы пребываем в нем. Этот свет не существует, как мы в этом свете. Иисус Христос говорил своим ученикам, когда Он им проповедовал веру. Я думаю, Он просто видел, как этот свет отражается от них и начинает сиять в них. И Он сказал им, вы свет миру. Я думаю, Он увидел, как нарождаются вот эти дети света и дочери света. И он тут же сравнил их с городом, который построен наверху горы. Солнце еще только восходит на горизонте. А золотые купола уже светятся вовсю. Или не золотые купола, а просто этот город светится. Он наверху горы, он во свете пребывает. Люди, живущие в долине, еще ходят в потемках. Люди, живущие в долине, еще ходят в потемках. Но на город наверху горы они взирают и удивляются. Но когда они смотрят на верху горы, они удивляют. Там началась жизнь, там что-то новое. Иисус хотел, чтобы мы не только в мир, проповедуя Евангелие, несли свет. И Jesus wanted for this light not only to be shining into the world when we preach the gospel. В следующем предложении он сказал о твоей семье. В следующем предложении он сказал о твоей семье. О каждом нашем доме. О каждом нашем доме. Нет, нет. Там город, у горы все нормально. Да, it's okay with this town on the top of the hill. Но вот ты сам, как свеча. But you, yourself, as a candle. Когда ты загораешься от Божьего света. When you get light from God's light. Ты же не прячься под сосуд. You're not hiding this light under a bushel. В своем доме. In your own house. Ты же, когда свечу ставишь, чтобы она светила всем в твоей семье. You lighten the candle and you set it up in the way, so that it would be shining to everyone in your family. Если Бог зажигает нас своим светом. And if God lightens us with his light. Он ожидает, что это будет так. He is expecting that it will be in this way. Мы не разрушим свою семью. We will not destroy our family. Мы не унесем эту свечку куда-нибудь в другой дом. We will not take this candle into somebody else's house. Но мы будем светить у себя в семье. But we will be shining in our own family. Этот свет Христов будет освещать жизнь в твоем доме. And this light of Christ will be lightening the life in your own family, in your home. С тем, чтобы люди радовались и видели в нем. So that people would rejoice and see the joy in it. Вы знаете, жить во свете не всегда просто. You know, it's not always easy to live in the light. Иисус Христос говорит больше, чем просто о физической жизни. And Jesus Christ is talking about not only about physical life. Когда Он говорит об этом свете, Он говорит о вечной жизни. When He is talking about this light, He is talking about eternal life. Которую мы принимаем, живя вот здесь, временно на земле. That we accept while living temporarily on this earth. Именно вот эта вечная жизнь, она и является истинным светом Божьим. This eternal life is the true light of God. И она побеждает мрак. And it conquers darkness. Мрак смерти, который пытается эту нашу временную жизнь на земле просто уничтожить. Люди уходят от Бога и уходят от желания общаться с Ним. Люди уходят от Бога и уходят от желания общаться с Ним. Потому что дела наши злые. И когда наши дела злые, нам хочется скрыться в тени или во тьме. И когда наши дела злые, нам хочется скрыться в тени или во тьме. И наш Господь называл этот процесс судом. Он говорил, что вот такой суд пришел в мир. Люди имеют добрые дела, они сами идут к свету, чтобы явны были дела их. Но есть люди, которые созданы на зло. Они здесь уже на земле посвятили себя злу. Я вот недавно проповедовал на конференции нескольких церквей здесь в Москве. И там для меня стихи были как бы даны, задана тема конференции. И стихи вы все эти знаете, этот стих, Дух Господен на мне, ибо Он помазал меня. Иисус Христос в синагоге в Назарете прочитал эти стихи. Иисус Христос в своем родном городе, Он прочитал в своей родной синагоге эти стихи в начале своего служения. И потом сел и сказал, что слова этого пророчества Исаии исполнились. И потом Он сказал, когда Он сидел внизу, что слова Исаия, the prophet, got accomplished. Это было пророчество о пришествии Бога на землю, Мессии. It was the prophecy about Messiah coming onto the earth. Иисус Христос, когда прочитал эти слова, Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня проповедовать нищим. Он сел, и говорит, исполнились слова пророчества этого. And He said, the words of this prophecy got true and accomplished. Пророчество о пришествии Мессии. The prophecy about Messiah coming to earth. And all people in synagogue умилились сердцем и возрадовались. God warmed through their hearts and they rejoiced. Потому что благодать Божия растеклась по жизни людей. Because God's grace filled the lives of these people. Прошло десять минут, наверное. Ten minutes passed. И эти же люди во главе с начальниками этой синагоги along with the heads of this synagogue после того, когда Иисус Христос дал некоторые комментарии прочитанному в его родном городе, где его все знали, он там рос мальчиком. In his native town, where he was growing, where everybody knew him. В Назарете началась его жизнь земная. Because in Nazareth, his earthly life began. Именно там Иосифу предстал ангел и сказал, что Мария зачнет дитя. И Дева Мария находилась в Назарете. И Mary was, Virgin Mary was in Nazareth. И пред ней пристал ангел, и она смирилась и сказала, да будет мне по слову Твоему. Там Христос рос в любви у всего народа. После двенадцати лет, когда он был в Иерусалимском храме и беседовал там со всеми учителями. Он вернулся в Назарет и жил там до начала своего служения. And he went back to Nazareth, and he was residing there until the beginning of his ministry. Он из Назарета пришел креститься на Иордан к Иоанну. And from Nazareth, he went to the river of Jordan to be baptized by John the Baptist. И вот эти люди, знавшие этого молодого человека тридцати лет, взяли его, и повели на вершину скалы, чтобы сбросить его вниз головой. У меня есть один вопрос. Я читал, читал, я так и не понял, за что они хотели его лишить жизни в первый же день. Воистину, что доброе может прийти из Назарета? Но Иисус Христос победил. Он прошел посреди них. Злые люди, они всегда будут присутствовать в мире и возле вас. Злые люди, которые хотят причинить тебе зло. Люди, которые хотят причинить тебе зло. Но если ты в Иисусе Христе пребываешь, то никакое зло не причинит тебе ущерб. Ты всегда будешь иметь победу в Иисусе Христе. И Господь всегда будет хранить тебя. Поэтому нам нужно ухватиться за мысль, что победа дана во свете. That's why we need to grab this truth that our victory is in the light. There was a prophet by the name of Albert Einstein. Он был пророк физики. He was the prophet from physics. Он пророчествовал насчет Вселенной, что там есть черные дыры гравитации. He was prophesying about the universe and about the black holes that have very strong gravity. Ученые только догадывались, верили в теорию относительности, но никогда не видели этих черных дыр. Несколько лет назад с какого-то могущественного телескопа они засняли такую черную дыру. Several years ago, they used a very powerful telescope and they were able to capture one of those black holes. And they even have a video how one of the planets gets into this black hole and gets crushed and disappears. И физики и математики, размышляя об этом, говорят, что при попадании в черную дыру, physicists and mathematicians say that if something gets into this black hole, пространство, соединенное со временем, уничтожается. The space connected with time gets disappeared. Время отделяется от пространства. Time is separated from space. И любой предмет, любое тело, любого размера просто полностью исчезает. And any matter, any body, anything that gets into this black hole just disappears. И это очень напоминает меня о смерти. And it reminds me of death. И наверное о таких вещах говорил пророк Иоанн, написавший нам Евангелие. And maybe prophet John was talking about those things when he was writing his gospel. Он в самой первой главе своего Евангелия написал. In the very first chapter of his gospel he wrote. Все через него начало быть. Everything began to exist through him. И без него ничто не начало быть. And without him, nothing was present. Что начало быть? What began to exist. В нем была жизнь. There was life in him. И жизнь была свет человеком. And this life was the light to people. И свет во тьме светит. And the light is shining in darkness. И тьма не объяла его. And darkness could not overpower it. Что делает с человеком смерть? What does death do to a man? Она превращает носителей жизни. It turns the bearer of life. В еду для дьявола. Прах. Into the food for the devil. Into ashes. Бог сказал прахом будешь ты питаться. And God said that you will be eating those ashes. Смерть отделяет носителей жизни от времени и от самой жизни. И непонятно во что превращает вообще любого человека. And we don't know what it turns anyone into. Никто никогда не мог преодолеть этого. And nobody ever could overcome this. Но наш Господь Иисус Христос. But our Lord Jesus Christ. Несмотря на то, что дьявол уже так радовался и потерял руки, когда он висел на кресте. Despite the fact that the devil was already rejoicing and was rubbing his hands, seeing Jesus crucified on the cross. Умерев на этом кресте, Иисус Христос. Having died on this cross, Jesus Christ. Вместо того, чтобы превратиться в прах. Instead of turning into ashes, into nothing. Воскрес из мертвых. Resurrected from the dead. И его тело, and his body, явилось нетленным, was not decaying. Он воскрес и явил тело нетленное. He got reborn, he got resurrected, and his body was not subject to decay. Он единственный на земле за все тысячелетия существования человека. He was the only one in the many thousands of years of the history of mankind. И всего, всего, что есть на земле живого. And over anything living on this earth. Он единственный победил смерть. He was the only one who was able to conquer death. И о нем говорится. And it is said about him. Он первенец. He is the firstborn. Среди многих братьев. Among many brethren. Позвольте мне добавить и сестер. May I add. And sisters. Возлюбленные братья и сестры. Тот свет, который дает тебе Иисус Христос. The light that Jesus Christ is giving you. Не может пожрать черная дыра. Cannot be consumed by the black hole. Та жизнь, которую явил Иисус Христос. Не может быть отменена дьяволом и смертью. Cannot be denied and cancelled by the devil or death. Иисус Христос победил смерть для тебя. And Jesus Christ conquered death for you. Он сам в этой победе не нуждался. He did not need this victory. Он есть свет, был свет и будет свет. He was the light. He is the light. And he will be the light. Но чтобы наш с тобой свет не угас. But in order for our light to keep shining. Он пришел к нам с тобой. He came to us. Чтобы мы оценили вот этот свет вечной жизни. И всегда были в нем. So that we could appreciate this light of eternal life. And would be always in it. И свет во тьме светит. И тьма не объяла его. And the light is shining in darkness. And the darkness could not overpower it. Апостол Павел написал, что Он Господь наш. Апостол Павел wrote that He is our Lord. Предузнал тебя. And He foreknew you. О тех, кого Он, Бог, предузнал. And those whom God foreknew. Тем Он и предопределил. For them and those He destined. Быть подобными Сыну Его. To be like His Son. Иисусу Христу. To be similar to Jesus Christ. Чтобы Он был первородным среди многих братьев. So that He would be the firstborn among many brethren. Отец на небесах предузнал, что с тобой будет так. And our Heavenly Father foreknew that it would be this way with you. И кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными Иисусу Христу. And whom He foreknew, them He predestined to be similar to Jesus Christ. Над которыми не властвует смерть. Over whom death has no power. Которые не являются рабами греха и дьявола. Who are not slaves to death and sin. Вам, тебе лично, Бог это предопределил. Сделал абсолютно определенным. For you, God predestined those things and made it very clear and certain. А дальше Павел пишет, а кого предопределил, того и призвал. And then Paul is writing, and those who were predestined, those were called. А того, кого призвал, того и оправдал. And those who were called, they were justified. А кого оправдал, тех и прославил. And those who were justified, they were glorified. Это все дается тебе в Иисусе Христе и в Его Церкви. It is all given to you in Jesus Christ and in His Church. Не оставляй света Христова, не оставляй Церковь. Do not leave the light of Jesus Christ and His Church. Помни 0,13 секунды. Remember, 13 hundreds of a second. Без Христа, без Его Церкви, без Его тела. This is the span of life of you without Jesus Christ and His Church. Многие христиане в России вчера вспоминали интересную историю. Many Christians yesterday were remembering, in Russia, were remembering this story. О жизни первых христиан. About the life of first Christians. Я коротко расскажу об этом перед хлебопреломлением. And I'll just share briefly about it before the breaking of bread. Они жили в Риме, в Италии. Она была итальянкой, ее звали София. She was Italian, and her name was София. С греческого языка, который там был в обиходе, это означает мудрость, премудрость Божья. And translated from Greek, it means the wisdom of God. That's the meaning of the name. Будучи замужем, она родила троих девочек. Being in marriage, she gave birth to three girls. И дала им название, Вера Старший. And named them the oldest one, Faith. Надежда и Любовь. Hope and Love. И это происходило где-то в 140-е годы в Риме. And it was happening in the year 140th in Rome. Императором Римской империи был тогда Адриан. И он прославился в истории гонениями против церкви. И когда он узнал, что в Риме живет вот такая вдова, у нее умер муж у Софии. Которая воспитала и взрастила таких красивых и мудрых и богобоязненных дочерей Ему донесли, что они христианки. И он приказал привезти их. Для того, чтобы они отреклись от Иисуса Христа. София, мама, учила своих дочерей. В ту пору им было 12 лет, 10 и 9. They were ages 12, 10 and 9. Только не отрекайтесь от Христа. By no means, deny Jesus Christ. Оставайтесь во свете. Stay in the light. Вы невесты Иисуса Христа. Your brides of Jesus Christ. Он отдал свою жизнь на крест ради вашей вечной жизни. He gave up his life on the cross for the sake of your eternal life. Адриана обратился к этим девочкам. And Emperor Adrian addressed those girls. Он говорит, я знаю, что вы растете без папы. I know that you are being raised without a father. Я хочу стать вашим отцом. I want to become your father. Вы будете моими дочерьми и будете жить в этих дворцах. You will become my daughters and you can live in those palaces. И ходить в великолепии царя. And walk in the pride and beauty of the king. Вам я открою все дороги. Any venue will be open to you. Лучшее образование. The best education. Лучшее замужество. The best husbands. Лучшие доходы. Вы будете ни в чем никогда не нуждаться. The best income you will never want anything. Станьте мне дочерьми. Become my daughters. Отрекитесь от своей веры в этого распятого какого-то вашего бога. Deny your faith into this God of yours who was crucified. Они ему сказали, царь, мы не будем этого делать. And we told him, king, we are not going to do it. Потому что у нас есть отец, и он живой. Because we have the father. And he's alive. And he created heaven and earth and everything that we see. Мы его дочери, и никогда не отрекемся от него. We are his daughters, and we will never deny him. И от жениха нашего Иисуса Христа мы никогда не отречемся. And we'll never deny our bridegroom, Jesus Christ. И никому не будем поклоняться, кроме него. And we'll never bow to anyone but him. Никаким идолам и никаким богам. To know idols, to know other gods. Адриан сначала приказал и замучили веру. And Adrian first ordered to torture, and they tortured faith. Они раздели ее до нога, сорвали с нее платье. They tore her clothes away and left her naked. И били палками слуги, пока не устали. And the servants were beating her with sticks until they got tied. Они обрезали ей груди. They cut off her breasts. Они бросили ее в большой котел с варящимся маслом. They threw her into the can with oil, burning oil. И потом они бросили ее в раскаленную печь. And then they threw her into the burning oven. И ничего не повредило ей. But she was not hurt. Подобным образом он поступил с каждой из сестер. Скажи мне, ради чего эти девочки не отреклись от Иисуса Христа? Им в итоге каждой по очереди отсекли головы. Мать взяла их тела и похоронила с почестями. Она гордилась, что правильно воспитала своих дочерей. Она была три дня на могиле своих дочерей, и там она скончалась. И они все пристали пред Христом. И все из них приехали пред Христа. Знаешь, я хочу познакомиться с такими людьми. And now I would love to know such people. Вот мы когда-то уйдем с этой земли. Это очень скоро произойдет. One day we'll depart from this earth, and it'll happen very soon. And we'll be standing before God. Вот я хочу увидеть этих людей. And I'd love to see these people. Вот так начинался, разливаться, начинал разливаться свет по вселенной. That's how the light began to pour over all the universe. Свет жизни в Иисусе Кресте. The light of life in Jesus Christ. Свет победы над смертью и всем смертным. The light of victory over death and everything perishable. И до конца этой земли он будет продолжать разливаться во вселенной. And it will continue going to the very ends of the earth. Для этого мы воспоминаем страдания нашего Господа Иисуса Христа. And that's why we are remembering the sufferings of our Lord Jesus Christ. Быть может, нам никогда не выпадет так страдать. Maybe we'll never have to go through such sufferings. Но если в своих страданиях мы хотим укрепиться Духом Божьим. But if in our sufferings we want to be strengthened in the Spirit of the Lord. То лучше всего нам взирать на распятия Иисуса Христа. Then it's better for us to look up at the cross where Jesus Christ was crucified. А также и взирать на сораспятых с Ним. And also to look at those who were crucified along with Him. Аминь. Amen. Помолимся. Let's pray. Иисус Христос сказал своим ученикам. Jesus Christ said to His disciples. Он как бы сказал это им и, я думаю, самому себе. He said it to them and to Himself as well. В виде происходящего. Seeing what was happening around. Он сказал, а если свет, который в вас тьма. He said, and if the light that is in you is darkness. То какова же тьма? Then how dark is the real darkness? Помолимся о том, чтобы вот свет, который в нас все более становился ярким. Let's pray that the light that we have inside of us would be getting brighter and brighter. Чтобы свет Христов освещать начал полностью наше тело. So that the light of Christ would begin to brighten our whole body. Вся наша жизнь стала светлой, чтобы она светилась. So that our whole life would become this light and would be shining. Если ты со мной в этой молитве, подними руку. Если ты со мной в этой молитве, подними руку. Я не знаю, что ответит Иисус Христос иногда на молитву. And I don't know what Jesus Christ and how he can answer our prayers sometimes. Но я знаю точно. But I know for sure. Что твои мои молитвы. That your prayers and my prayers. Отправляются к нему со скоростью света. Are heading towards him at the speed of the light. С самой высокой скоростью. At the highest speed. Отец Небесный. Our Heavenly Father. Я благодарю Тебя. I thank you. За каждого человека. For every person. Ходящего во свете Твоем. Walking in your light. И именем Иисуса Христа. And by the name of Jesus Christ. Я благословляю каждого человека здесь присутствующего. I bless everyone present here. Господи, освящай нашу жизнь. Lord. Brighten our light. Чтобы все уголки ее стали светлыми. So that every corner of our life would become bright and lightened. Чтобы наша жизнь сияла в Иисусе Христе. So that our life would be shining in Jesus Christ. Чтобы мы могли не только идти по жизни так как сияющие и радостные христиане. Но даже принимать трудности, страдания и саму смерть. Но также принимать трудности, страдания и саму смерть. Но также принимать трудности, страдания и саму смерть. Продолжение следует... Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»